Всем привет! С вами вновь Андрей Лов и давайте что-нибудь поделаем в Photoshop. И, конечно, мы сегодня с вами порисуем фигме. Понедельник, день прекрасный, 1 мая. Всех вас поздравляю с прекрасными майскими праздниками. Возможно, вы отдыхаете. Андрей тоже отдыхал, но сейчас решил немножечко поработать. Потом опять буду отдыхать. Сегодня мы будем с вами разбирать очень интересную работу в рубрике «За 3.2.2». Но вначале вы видели прекрасный, очень интересный анонс, такой красивый. У нас новая эпоха. Начнется 15 мая. Это группа «Суперкурс по графическому дизайну». Буду вас информировать все дни, когда запись еще идет. У нас есть запись, специальные предложения, дизайн-цепочки. Приходите, смело записывайтесь. Будем с вами рассматривать логотипы, фирменные стили, как раз визуальное мышление и, разумеется, композиции. От простых до сложных. Ну а сегодня мы переходим с вами в группу ВК. Пока мы держимся, у нас рейтинг 2.7. Переходим с вами в обсуждение, здесь они находятся, и разбор работ «За 3.2.2». И сегодня у нас есть Николай. Коль, тебе большой привет. Привет, Коль, привет. Посмотри, пожалуйста, в правильном направлении двигусь, что поправить или переделать. Спасибо. Коль, тебе большое спасибо за заказ разбора работ в рубрике «За 3.2.2». Твои проекты. Давай посмотрим. Но сразу именно мысль тебе определю, в какую сторону можно двигать проект. Вообще проекты бывают простые, бывают сложные. Простой проект – это проект, которым очень небольшой сценарий. Ну вот у нас был материал на Boosty, где как раз я показывал, каким образом можно минимизировать время прихождения структур. На примере, в том числе, шапки Gitis, где большое количество логик. То есть вот эта вот шапка сама по себе является уже там по наличию логик, баллов на 7, на 8 по сложности проектирования. То есть у нас там один блок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. Если же мы смотрим проект другого типа сложности, то у нас, например, шапка, логотип, поиск и сгруппированные блоки, то есть структура сайта. Это простой проект. Вот в простых проектах, как только вы видите, что у вас ничего сложного нет, у вас фактически две разделки. Первый – его искусственно усложнять. Мы дальше посмотрим, то есть добавлять набор логик. Либо же придумать как раз фирменный стиль визуальное мышление, подключать, который мы в том числе проходили именно в 17-й закрытой группе по UX и дизайну. И вот у тебя в том числе есть интересные решения, но ты их не развиваешь. Вот это решение, которое у тебя есть, вот в правой части, видишь, где клубы, ты показываешь в горизонтальном скролле, что можно как раз по кириллице, по латинице ориентироваться. Ты от этого можешь построить фирменный стиль. Чем это будет отличаться? Вот давай посмотрим пример, то есть работы, как человек будет воспринимать первый экран. Он классический, да? Есть шапка, есть баннерный блок, у нас может быть какой-то заголовок. Но стоит тебе перейти немножко в другое направление и как раз рассматривать не стандарт, а именно стилистики, стиль, визуальное мышление, исключительно к простому по сценарию проекта. Еще раз, он простой. Ты можешь здесь взять то решение, которое ты уже используешь, где там горизонтальные буквы в заглавном наборе с разрядкой, и возвести их в правила. В правила, которые ты пойдешь дальше развивать в рамках своего стиля. И логотип может быть с этой стилистикой, и непосредственно заголовок, и даже непосредственно все, что связано с баннерным блоком. Дальше ты это начинаешь тестировать. Ты понимаешь, что простой сценарий нужно протестировать. Счетом того, что у тебя в логотипе, у тебя такие буквы заглавные, острые, тут в принципе странно выглядят скругления. Это в том числе дизайнер сразу может прорисовать два варианта. Ну, со скруглениями, очевидно, и без скруглений. Кстати, еще любопытный момент, что у тебя в презентации десктопная версия с острыми фреймами, а правая часть мобильная с скруглениями. Возможно, ты как раз размышлял и не определился. Тут все-таки острые будут лучше. Дальше вы не обязаны пихать кривой и косой логотип, пусть даже он связан с компанией, в ваш проект. Либо же вы этот логотип, но не то чтобы он кривой и косой, я имею в виду, что в принципе логотип не обязательно его использовать, какой есть у компании. Либо же вы дальше стабилизируете это правило, то есть перенося данный шрифт, например, в заголовки. Либо можете спокойно взять и поменять логотип. Если он тем более шрифтовой, у вас есть шрифт на весь проект, берете, используете стилистику, формируете конечный стиль и дальше используете. Чем это будет отличаться? Отличаться это будет именно тем, что ты можешь подобрать новое восприятие в простом сценарии. У тебя всего три логики, например, изображение, название группы и место, где это будет. Это очень просто. И вот здесь визуальное мышление это фактически усложнение восприятия блока, где мы компенсируем простоту. Дальше мы посмотрим, что будет, если ты пойдешь по другой дорожке. А именно ты начнешь большее количество логик переносить сценарий, каждая логика из которых отвечает просто на вопрос пользователя. И это ты как раз делаешь вверху, потому что здесь у тебя и место, и время, и дата, причем все правильно сделано. И непосредственно, я смотрю, свою работу, конечно, правильно сделано. И время 19.00. Когда ты переходишь в острые углы, ты в том числе можешь их применять и в карусельке. У тебя каруселька вот здесь содержит пониженный цвет. Это верное решение при условии, что у нас, например, карточка товара в интернет-магазине. Так можно использовать. Но когда у тебя есть очень сюжетный контент, и он явно отличается, здесь тоже решение. Это либо мы рассматриваем классику, мы цветом выделяем блок, либо же мы можем отойти в сторону стилистик и сформировать стиль с точки зрения тех правил, которые мы уже использовали, чтобы у нас взаимодействовала верхняя часть, нижняя часть. То есть, предположим, этот штрих, который также у нас вытекает из ширины нашего шрифта и переходит непосредственно, создает связь. Ты прав абсолютно, что у нас может быть один шрифт на проект и один размер. То есть, вот эта стабилизация очень важна, что мы берем и используем вот правило 1, оно переходит в правило 2, оно переходит в правило номер 3. То есть, это одно правило, оно повторяется в рамках блока. Если мы начинаем, а у тебя, например, в первом экране в барном блоке там все-таки разные размеры, мы искусственно разбалансируем типографическую систему. Итого, первый путь, по которому ты можешь пойти, это перед тем, как делать простой проект, соревновать стилистику или энное количество стилистик и показать некий стиль. Дальше ты уже идешь в непосредственно реализацию своего проекта. Есть второй пункт, второй этап, когда ты можешь усложнить проект, добавя логики в сценарий. То есть, у тебя просто картинка, например, группа и где это будет проходить. Задай вопрос со стороны пользователя. Какие вопросы ты сразу можешь ему проявить? Возможно, ты это убрал из юзабилити, из контура смотри в состояние, в наведение. Потому что вверху ты в баннере показываешь, когда это будет, какой день, какой день недели, время, от какой суммы начинается билет, сколько билетов осталось, например, относительно тех, которые, в принципе, можно купить. Все это отвечает на потенциальные вопросы потребителя. Это есть как бы пресловодный UX, это объем вопросов, который теоретически пользователь может задать, и мы всех изначально такой монструозный сценарий реализуем, а потом убираем все не нужно, либо же часть просто не в контуре смотри помещаем, а в состояние при наведении. Вот у тебя две развилки. Либо усложняем проект, либо подключаем визуальное мышление, то есть у нас стилистики. Если же мы этого не делаем, то мы делаем, ну, по сути, 100-500 проект, которых очень много, и ты просто не сможешь выделиться, показать те знания, которые ты получил. Тут надо как раз не торопиться. Вот это очень правильно тоже направление, перед тем, как идти дальше, например, заказать разбор работ, либо же просто замедлить время, немножечко подумать, потому что можно сделать гигантское количество фреймов, они все будут не в то направление сделаны. А можно вначале определиться, еще присылать и дальше уже пойти все это реализовывать. Давайте теперь следующий блок покажу, то есть мы, в принципе, по самой работе, по общему восприятию определились, теперь по моментам, которые ты можешь подправить. Увеличенный размер текста, тем и хорош, ты можешь отступы поджимать, поэтому спокойно поджимай. Здесь, когда ты ставишь минимальную плотность точку, здесь не обязательно делать двойные пробелы, можно одинарные сделать пробелы. Вот здесь, ну, ну, как же так, Коля, знаешь, я как из того мема, как попугай, который вот так вот голову задирает, и потом, ну, почему? Вот здесь ты с акцентами не разобрался. У тебя уже есть трехобъектовый калаш сюжетный, ты его сделал сам. Тебе здесь уже украшательства не нужны. Плюс, ну, по сути, такие проекты, они все-таки обесцениваются градиентами, цветами, вот этими всеми решениями, при условии, что у тебя есть уже сюжетный калаш, а он у тебя есть. Что нужно сделать? Нужно обменять вот эти украшательства просто на размер, то есть увеличить размер трехобъектового коллажа и поставить это акцент 1, а дальше уже определить заголовок и кнопку, ну, в рамках данной стилистики мы также все это повторяем, чтобы все это смотрелось единственно верно. Потом может быть другая стилистика, то есть мы можем сюда и контент, на самом деле, поместить, и взять другой цвет, связанный, например, с фоном. Мы можем перейти в более стандартные решения, да, то есть строчный набор, здесь, например, у нас заголовок, то есть у нас правило 1, правило 1, правило 2, но переходит правило 2, но когда мы текст заводим на изображение, нелинейное проектирование, мы добавляем плюс 1 жирноту, плюс 1 начертание, чтобы компенсировать потерю контраста. То есть мы можем делать и в более классических стандартных решениях, это есть противостояние классики против чего-то стилистического, но если делаем классику, тогда мы должны усложнять, ставить акцент путем размера, добавлять дополнительный блок к нашему сценарию. Вот дизайнер должен определиться. Что-то промежуточное, то, что уже на рынке устоялось, вы не сможете этим показать более сильное дизайнерское мышление, более сильное прочтение, которое вас отличает от тех дизайнеров, которые уже на рынке находятся. Они уже по проектам, они уже рисуют, вы должны выше быть, сильнее, быстрее. И у нас сегодня 1 мая. Мир, труд, жвачка, конечно. Это все тоже замечательно. Давай дальше посмотрим. Я тебе покажу, над кем вещами тебе еще можно поработать. Это все решение вытекает отсюда. Здесь вот эта мысль правильная. То есть ты берешь, и как раз это решение используешь в горизонт, делая тем самым горизонтальный скролл, который будет обрезаться шириной в одном устройстве. Это правильно. Состояние только должно быть более явным. Состояние – это действие пользователя, либо явно подсказка, на самом деле чего сформирован листик. Самое простое здесь поставить свойство цвета, если он есть какой-нибудь там равенжевый, фиолетовый, желтый, а сверху поставить черный буквы. Но состояние явно должно отличаться от неокинных состояний. Здесь можно поправить. Эти вот решения тоже, конечно, они противоречат, как правило, фирменным стилям. Вот какие-то там тенюшечки у нас появляются, квадрат повернутый. По сути, здесь тоже должен быть какой-то такой шильдик. Но поскольку мы это все подсасываем, подгружаем с ресурсов, ну, как есть, так есть. Но состояние здесь нужно поправить. Поиск. Вот этот поиск тоже очень меня заинтересовал. Такое нестандартное решение. Зачастую есть либо линия, либо блок какой-то, либо иконка. Можно сделать и так. Ставить только типографику, но тогда здесь тебе можно также твою стилистику стабилизировать и повторить. То есть у нас не просто поиск, например, через точку. Раз ты ее здесь используешь, здесь. И ее также можно использовать потом в том сливлистинге. То есть вот пример я справа показывал. Ты это рассматриваешь теперь как элемент своего фирменного стиля в скобочках стилистику. И набор стилистик дает тебе стиль. Вот опять же, где-то точка появляется. Она не везде должна появляться. Здесь можно через точку сделать, можно через слэш. И это есть как раз определение набора правил и принципов, которые мы используем на проект, чтобы это выглядело очень целостно и смотрелось здорово и классно. Теперь посмотрим давай по мобильной версии. Наоборот, вот этих вот входов, на самом деле дизайнеры этому уделяют прям иногда отдельные экраны скролла и на бехансе, и в целом в проекте. Ну, понятно, в коммерческом проекте это обязательно условие, да? Но это не тот блок, который прям как-то колоссально показывает ваше мышление. При прочих равных, ну, это блок пластой. Заголовок у нас какие-то, где мы должны что-то вести, там кнопка неактивная, потом становится активной. Здесь совсем уж прям можно не принистовать как-то, большое внимание не уделять. Единственное, что ты можешь использовать, ну, как вот мобильная версия, это все из мобилки пришло. Если же используешь эффективную ширину, например, ввода телефона либо же пароля, то здесь также можешь сформировать две кнопки. Одна кнопка войти, а вторая по всей ширине войти по QR-коду. Можно даже здесь поставить QR-код, ну, маленький квадратик черно-белый, который будет визуально подсказывать. По мобилке вот это решение, которое ты здесь делаешь по группировке, оно в принципе нереализуемо, потому что когда человек будет выбирать клуб и жанр, каким образом мы все это будем располагать, это мысль, что заголовок с блоками выбора, он так не ставится. То есть, конечно, в статике можно все что угодно делать, но в реальности мы должны все-таки понимать, как это будет решаться. Ведь когда человек выберет, появится какое-то выпадающее меню, клуб, он должен, этот клуб здесь подгрузиться. Значит, мы это выделяем отдельные строки. То есть, дата, клуб, жанр и потом, когда он подгружается, да, они могут теоретически обрезаться шириной в одном устройстве. Но это тоже обсуждаем по проектированию. Ну, вот этот момент, когда ты совмещаешь заголовок с этим блоком, конечно, не работает. Здесь ты апрель, получается, делаешь по центру, хотя теоретически можно сократить мобильные версии до трех букв апрел. То есть, у нас по контексту, это высший уровень понимания дизайна, но пользователь считает, что речь идет об апреле, тем более, если он зашел в апреле, не будем же мы там с января продавать билеты, которые уже закончились. То есть, под мобилку ты можешь убрать эти решения, сократив длину строки, тебе будет проще все это верстать. Ну, а дальше тебе просто нужно выверить либо стиль, либо более сложный сценарий и пойти реализовывать следующие страницы, потому что у тебя здесь, помимо всего прочего, должна быть еще непосредственно карточка, то есть, что-то, разнесено некий мини-лединг под каждую группу. Это как раз тоже интересная задачка, где ты как раз покажешь, почему стоит пойти, там отзывы какие-то, может быть, ставки, видео, и все это уже до конца будешь доделывать. Любой такой проект, он нас информирует, также тут у нас может быть, конечно, элемент e-commerce, то есть, можем это покупать сразу, то есть, не просто там заказывать. И вот это все, цепочку от главной, до карточки товара, соответственно, если есть цена, выбор, переход в корзину, оплату и результат, то есть, финальный у нас успех, когда у нас получает зритель, который все это прошел, посмотрел, ему была интересна либо твоя стилистика, набор стилистик и стиль, либо же более сложный сценарий, который отвечает на вопрос потребителя. Как тоже, как на бусе в свое время показал, теоретически, сам опытный пользователь может сколь угодно много задавать вопросов и разрушать любой сценарий дизайнера. Например, он может зайти в карточку товара и спросить у дизайнера потенциального его сценария, а где, например, мне послушать самый последний трек этого человека. А у тебя нет последнего трека, то есть, вот последний, да, есть в принципе, например, ты добавил видео с YouTube или же в общем и целом материалы, которые человек опубликовал, да, какой-то альбом. Все, сценарий на вопрос не отвечает, опытный пользователь скажет, что дизайнер не предусмотрел эту логику. Таких вопросов можно задать десятки, и опытный потребитель, опытный пользователь сколь угодно может расширять этот самый сценарий. Мы не можем делать гигантский сценарий, который, ну, совсем все будут включать. И как мне здесь пиццу заказать, и как мне пройти там до магазина, как мне с девушкой познакомиться, все что угодно, теоретически, можно задать в рамках сценария, поэтому мы говорим о чем-то вменяемом. Поэтому первый шаг сделан, дальше убираем все ошибочки, выставляем акценты, надо разработать стиль, либо же более сложный сценарий, и уже дальше вести проект к нормальным 15-20 экранам по биханцам, чтобы у нас получился полноценный, интересный кирпичик. Спасибо большое, что вы посмотрели на данный материал. В конце у нас также будет красивая анимация по и по их композиций. По традиции я вам теперь желаю любви, процветания, с каждым днем быть немножечко добрее. А на сегодня это все. С вами был Андрей Лов. Всем пока.